Его запомнят таким – Юрочкой, Юрой. Сын, муж, брат и папа погиб, попав под обстрел в сирийской провинции Хамас. Он и еще 17 его сослуживцев. Посмертно его наградили орденами. Мы спросили, как он погиб. И сказали, что выстрел был в голову. Смерть была его мгновенной. Мама Юрия сквозь слезы рассказывает о нем, о своем сыне, которому в декабре должно было исполниться 26. Юрий никогда не рассказывал близким, как оно там, на чужой войне. Ничего он нам не говорил. Все у него нормально. Он и по телефону звонит. Мамуля, он никогда меня мамой не звал. Я говорю, мамуля, как у вас дела? Я говорю, у нас-то как у тебя? Мама, у меня отлично. Что со мной будет? Я говорю, ну если у тебя отлично, значит и у нас отлично. Юрий и его гражданская жена Елена планировали пожениться. Говорили о том, что после этой командировки в Сирию купят квартиру в солнечном Краснодаре. И больше не расстанутся. Говорили только о том, что последний раз он съездит, чтобы можно было купить квартиру. А потом он говорит, я больше не буду ездить в командировки. В общем, последний раз оказался последним. Он всегда принимал решения самостоятельно, говорят те, кто были близко знакомы с Юрой. Учился в этой школе, закончил ее до реконструкции в 2007-м. Занимался борьбой. Был не лучше и не хуже других. Однако всегда спешил помочь тем, кого обижали. И без сомнений брал вину за общие школьные шалости на себя. Юрий Эбель пошел служить по контракту сразу после срочной службы. На его счету награда за освобождение Крыма, орден Жукова, медаль за мужество. Он мечтал вырастить сына Вову, которого видел в последний раз, когда малышу было всего 4 месяца. И в шутку говорил, отдам лучше в балет, но только не служить, как я. Что ему сказать, когда он спросит, где мой папа? Наверное, буду говорить о том, какой он был герой. Дина Мустаева, Александр Данилов. Наши новости из села Обручный Чалковского района, Мордовии.